всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня хочу поделиться с вами невероятно простым рецептом вкусного и сладкого хлеба у меня остался батончик черствый ну конечно хорошей хозяйки ничего не выбрасывается поэтому я решила себе кофейку сделать вот такой сладенький хлебушек рецепт очень простой и очень рекомендую на просторах интернета его не найдете это невероятно вкусно давайте скорее делать и для всей этой вкусноты понадобятся абсолютно простые продукты вот смотрите показываю ведь у меня какой хлеб он он реально он он прям вот черствый ну чуть-чуть пальцем прогибается я буду спасать а нам понадобится молоко обычное сливочное масло и немного слив и немного сахарного песка можно еще ванильного добавить если он у вас есть в большом количестве вы не знаете что с ним делать можно и без него что мы делаем наливаем молочко ну вот такое небольшое количество видите у меня такая вот тарелочка вот потом мы с вами добавляем сахарный песок да а вы думали нормально сахарного песка добавить это же не торт а это просто будет вкусно так включаем нашу сковородку пока она у нас с вами прогревается я попытаюсь нарезать хлеб с трудом нарезала нарезала я его неровно видите как она искась у меня немножко побольше будут такие кусочки хлеба ну не совсем маленький можно конечно если вам хочется заморачиваться режьте маленькими так сковородка моя надеюсь уже прогрелась и такой хорошую кусочку масла сливочного отправляю сюда нет не прогрелась она еще даже почему-то не хочет включаться так извините что-то у меня тут не хочет вот жарить будем не на большом огне нам с вами главное прогреть сковородку а потом я его убавлю до среднего огня потому что нам нужно чтобы все таки хлеб был такой румяный они подгорелые может показаться что масло положила много нет ребят но если вы хотите чтобы было вкусно делайте как я как я вам говорю вот какие наши дальше действия сейчас вот масло уже почти прогрелась сахарный песок у меня здесь он не весь растворился поэтому поэтому не обращайте на это внимание просто у меня как-то заканчивается в тарелочке молоко я добавляю все а сахар уже не добавляю просто бывает иногда хлеба очень много ну и что я дальше делаю теперь нужно вот так вот прям его потому что он же сухой чтобы он реально хорошо пропитался вот этим вот потом чего-чуть вот так вот отжать что прям совсем не лилось с него вот вот видите чуть-чуть подкапывает но нормально но не льется режем не очень тоненько но и не очень толсто и покладываем кусочку так сейчас чуть-чуть 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 не представляете насколько это вкусно если есть маленькие ветки то они будут просто счастливы спасете хлеб у вас просто будут все время просить это сделать у меня это очень хорошо заходит с кашей да и так просто вот сладенький бутерброд захотелось вот 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 теперь видите наступил наш с вами такой серьезный момент вроде как масло тут уже нет я беру еще добавляем сливочного масла вот в эти вот и вот так вот по чуть-чуть и вот туда добавляю молот но пока достаточно уберу этот кусочек тут сливочное масло ну как вот наверное уйдет столько должно уйти сколько если вы вот этот весь хлеб намазали как бутербродами с маслом сделали вот на каждый кусочек намазали масло на не столько же масло уйдет ну что а теперь начинаем переворачивать так но этот конечно не сильно подрумянился но зато они уже такие есть такие они уже мягенькие вот и вот на этом этапе я еще масло сливочное добавляю наш с вами кусочек который остался я так вот еще прохожу и хлеб питает себя вот даже не буду выключать видео покажу вам насколько это все быстро видите какой он мягенький становится сюда яйцо в этот рецепт я не добавляю потому что яйцо дает вам сухость наверное хлеб у нас тоже вот горячие бутерброды с которой с начинкой там без яйца нельзя потому что вы не реально не сможете удержать бутербродом у вас развалится а здесь вот прям вот так вот я прям так хочется вам показать как это будет красиво сейчас чуть-чуть огонь прибавлю чтобы они немножечко под запеклись вот как они только чуть-чуть прихватиться выкладываю на тарелку посыпаю сливы сахарным песком иногда посыпаю если у меня осталось сахарной пудрой не знаю куда ее приспособить и она открытая то я посыпаю сахарной пудрой и это тоже очень вкусно думаю что уже готова потому что начинает пахнуть уже где-то даже жженым сахаром вот и смотрите какая красота ой вот это прям вообще эта песня получается сковородка неравномерно поджаривает я наверно просто где-то на крае донула и наши вот эти вот горбушки которые мы с трудом с трудом с вами утопили в молоке а теперь осталось просто сверху присыпать чуть-чуть сахарным песком такой интернет ой такой рецепт я в интернете не видела вот поэтому я с вами им и делюсь вот это нереально вкусно всем приятного аппетита всех целую обнимаю а пока пока